Сегодня у нас замечательная возможность послушать нашего сегодняшнего спикера, нашего друга. Уже в третий раз он с нами делится своими знаниями и опытом в области юриспруденции. И, как мне кажется, это становится все более актуально в свете изменений в российском законодательстве и того, как это законодательство применяется. И сегодня Константин Борисович Ерофеев расскажет нам о изменениях в российском законодательстве и о том, что происходит в религиозной жизни церкви в России, поскольку он не просто юрист, но он еще и верующий человек. И поэтому ему эта тема очень близка, и мы вдвойне благословны тем, что он сегодня с нами. После того, как он выступит, у нас будет возможность задать вопрос. Спасибо большое. Спасибо огромное. У нас какой работает микрофон? Это, наверное, не два-то слишком много для меня. Ну, я хочу пастора Игоря поблагодарить за приглашение в очередной раз в вашу церковь, на ваш семинар. Действительно, это всегда радостно выступать перед людьми. Хорошо, что интересна тема выступления и актуальна. У меня был знакомый один профессор, он, к сожалению, умер несколько лет назад. Но он всем подписывал свои книги. Спасибо за проявленный интерес к теме. То есть это всегда очень приятно. Напомню, что я практикующий юрист, вот уже 21 год, адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга. Наверное, о себе достаточно. Если вы захотите, я вам что-нибудь еще расскажу. А так давайте непосредственно к нашей сегодняшней теме. Основной теме. Я называю этот семинар всегда одинаково, религия и право, а уже какие будут вопросы, как мы его наполним, зависит и от меня, и от вас. На всякий случай я прошу обратить внимание, что у нас вот здесь есть литература, автором которой в том числе я являюсь. Она по традиции совершенно недорогая, поэтому она актуальна. Я потом про нее расскажу подробнее. Последняя книжка буквально вышла несколько месяцев назад. Поэтому, если у вас будет интерес, вы на перерыве, либо после лекции можете подойти посмотреть, как говорят, при желании. И что-то взять себе, приобрести. Возможно, у нас еще люди собираются, поэтому мы начнем, наверное, с такой темы, которая, с одной стороны, может быть, не так интересно, например, как миссионерский закон и его применение, о котором мы поговорим чуть позже. Но она, тем не менее, тоже актуальна для вас, как для представителей церквей. Напомню, что сравнительно недавно, два года назад, были приняты изменения в гражданский кодекс. Эти изменения, по сути дела, коснулись целой главы, которая называется юридические лица. То есть, организации, в том числе, организации некоммерческие, и, соответственно, в том числе, организации общественные и наши любимые религиозные. Надо сказать, что поначалу гражданский кодекс, он так вот преподносился, ну, весьма ненавязчиво для тех же религиозных организаций. Ну, во-первых, говорилось, что изменения в основном касаются коммерческих предприятий, для вас это не очень интересно. Потом говорили, что, ну, даже если изменения и будут, то вы их не почувствуете, потому что, вот, если только вы будете менять свой устав, тогда вот уже новую редакцию устава нужно будет приводить в соответствие с этим законом. В действительности, все, так скажем, активнее положение, новое положение, касающееся религиозных организаций, продвигаются в жизнь. Новое положение гражданского кодекса. Я напомню, кстати, что все законы, подзаконные акты, которые у нас выпускаются и издаются в стране, они публикуются официально. Поэтому все законы, о которых я говорю, бесплатно и легко и в открытом доступе находятся в интернете. И если вы захотите почитать дополнительно, вы прямо так и набираете гражданский кодекс, юридические лица, религиозные организации и соответствующие статьи вы легко находите. Там ни для кого это не представляется сложным. Так вот, что нового говорит гражданский кодекс о религиозных организациях? Он относит их, как известно, к корпоративным организациям и к организациям, основанным на членстве. Но для нас это не новость. Всегда у нас были члены церкви. Члены церкви, которые формировали органы управления, общее собрание членов церкви, затем выбирали из состава членов совет, братский совет, церковный совет, правление, у всех по-разному. А дальше уже выдвигали руководителей. Пастора, администратора, директора, по-всякому. Кстати, я не раз и не два встречал религиозную организацию, где единственный лидер называется директором церкви. Что это такое, я не знаю, но вот, с другой стороны, так вот люди делают свои уставы. Ну так вот, и мы с этим так свыклись, так привыкли к этому, что кажется, что мы все члены церкви, да? А оказывается, нет. Теперь Гражданский кодекс не предусматривает такого понятия, как член. Мы все с вами участники церкви. Но, несколько такое, с одной стороны, ну скажем, непривычное словосочетание, потому что там, я понимаю, участник ДТП, там, да, участник, даже там, извините, преступного сообщества, еще что-нибудь. А вот участник церкви несколько странно звучит. Но, так нам предлагают делать, потому что некая происходит унификация, если в коммерческих организациях, если участники, там, общества с ограниченной ответственностью, то и в религиозных организациях тоже участники. Я это к чему говорю? Пойдете менять устав, допустим, название, либо адрес, и сразу же вам скажут, меняйте и все остальное, всех участников, вернее, всех членов заменяйте на участников. Дальше. Это, причем, скажем так, мне вот в нашем управлении юстиции об этом вот так проинформировали. Я потом стал искать, а где же вот в обязательном порядке мы должны этого делать. Этого нет, но это их инструкции, подчас, так сказать, инструкции не писанные, да. Вот, тем не менее, к этому надо готовиться. И своих членов тоже готовьте, называя их теперь уже участниками. Участник, а соучастник. Вот, я говорю, все слова ведь имеют такое вот значение, вот я с вами согласен. Вот, участие, неучастие, соучастие. Тем более, для юристов они звучат совершенно по-другому. Тут же тоже есть свой профессиональный язык. Ладно, дальше я обращаю внимание на пункт, который, наверное, больше скорее в пользу церкви, чем не в пользу. Теперь в уставе не нужно указывать адрес церкви. Мы его там по-разному называли, юридический адрес, почтовый, фактический, местонахождение церкви. Каких только названий не было. Сейчас в уставе можно написать, местонахождение церкви, двоеточие, город Санкт-Петербург. Или город Вологда. Или там, я не знаю, любой другой. Москва. Владивосток и так далее. С чем это связано? Ну, во-первых, они озаботились о нашем удобстве и понимают, что в современном мире приходится всем кочевать, людям более мобильное все стало. Люди переезжают из города в город, с квартиры на квартиру. Также и религиозные организации. Сегодня офис здесь арендуют, завтра в другом месте. Поэтому, скажем так, если в пределах одного города переезжает церковь с одного адреса на другой, имея короткую запись, город Санкт-Петербург, не надо каждый раз вносить изменения в устав. Правда, это не освобождает от внесения изменений в реестр, потому что сведения о церкви... В свидетельство, да, и как бы вносятся эти сведения в единый государственный реестр юридических лиц. Причем документы подаются по форме изменений в устав. И вот тут опять могут начаться сложности, что заодно почитают устав, скажут что-нибудь подправить. Но, тем не менее, вот такое новшество есть. Многие, ну не многие, а вот кого-то, чьи уставы мы сейчас переделываем, принимаем там новые редакции уставов. Они этим пользуются, но не знаю, как дальше будет. Дальше увидим пока вот так. С другой стороны, такой вопрос. Вот у нас ведь очень боятся, что вот где-то там секта заведется, вот какая-то страшная. И там будут людей обижать, нарушать их права. А если секта имеет адрес Санкт-Петербург, ее гораздо сложнее найти, если чем будет Санкт-Петербург и конкретная улица и конкретный дом. Но не знаю, не наше дело, как хотят. Дальше, на что я прошу обратить внимание, как ни странно, я на это раньше не обращал очень пристальное внимание, а сейчас это всплывает. Много в уставах несоответствий в вероучении церкви. И не только в уставах, и в внутренних установлениях, в основах вероучения и так далее. То есть иногда это пишут небрежно просто. Там в одном месте евангельские христиане, в другом евангельские христиане-баптисты, в третьем просто христиане, в четвертом христиане вероевангельской. Ну, для некоторых, к сожалению, это все одно и то же. Но теперь уставы достаточно жестко требуют. Если вы входите в состав какой-то ассоциации церковной или так называемой централизованной религиозной организации, то будьте добры везде указывать одинаковое вероучение, не сокращая его. То есть если в начале, в первой фразе указано, что местная религиозная организация евангельских христиан-баптистов, то и дальше, где цели и задачи, предмет деятельности и так далее, везде надо писать, что распространение вероучения не просто евангельских христиан, а добавляйте баптистов. То есть все вот унифицировано. Дальше, на что я прошу обратить внимание. Во многих уставах это до сих пор есть. Сейчас, ну, уже официально запрещено краткое наименование религиозной организации. Это делается по многим причинам, в том числе и вот по этому миссионерскому закону, но оправдывается это тем, что граждане должны иметь право на информацию. Вот я прихожу, вижу церковь. Какая церковь там? Лютеранская. Хорошо, я сюда иду. Или наоборот, нет, это не моя церковь, я, так сказать, другого мнения, я сюда не пойду. Но это должно быть видно сразу. То же самое это будет в уставе. Даже если из старого устава у вас осталась какая-то аббревиатура, теперь ее удаляют. Правда, начинаются сложности. Иногда в платежку банковскую не помещается длинное название. Но это, как говорится, никого не волнует. Кстати, в связи с этим, вот мы с вами привыкли, что... Не привыкли пока еще, слава богу. Не все-таки таких случаев относительно немного. За прошедший год произошло. Но мы с вами привыкли считать, что антимиссионерский закон, это когда вот приходит какой-то там служитель, начинает всем проповедовать, начинает приглашать в свою церковь, делает он это неправильно или незаконно, и его штрафуют. Нет, это не всегда так. Так, вот эта же статья административная о миссионерской деятельности заключается еще и в том, и уже такая судебная практика есть за прошедший год, я имею в виду 17-й, даже еще не прошедший, но вот нынешний год, когда церкви штрафуют за отсутствие названия. Поэтому вот табличку с названием, пожалуйста, изготовьте и разместите. Правда, никто не знает, в законе не сказано, где эта табличка должна висеть. У входной двери снаружи, или у входной двери изнутри, или вот у входа в то помещение, где ведется миссионерская деятельность, собственно, если она ведется. Но, тем не менее, видимо, зная, так сказать, нашу правоприменительную практику, надо изготовить три таблички, чтобы у каждой двери висело, как у иудеев, это висит же мизуза, на каждой двери, так и тут надо для полиции еще восстановить табличку, чтобы 10 раз было всем видно, куда мы попали, в какую церковь. Потому что есть уже судебные прецеденты, когда церкви штрафовали за отсутствие наименования, то есть за нарушение миссионерского закона. Дальше, на что я хочу еще обратить внимание. Когда-то, вот я уже давно работаю, и помню еще времена, когда был принят закон о свободе совести и о религиозных объединениях, а было это ровно 20 лет назад, это было в сентябре 97-го года, и тогда были такие разговоры, я имею в виду в коридорах власти, как говорится, что вот никогда в советское время или там даже в постсоветское не было специального конкретного закона для религиозных организаций. И вот мы вам наконец этот специальный закон даем. С ним там кто-то не соглашался, кто-то считал, что это либеральный закон, кто-то говорил, что консервативный, всякие были споры. Но всем было понятно, что это вот некое дано правило для каждой церкви. И вроде было понятно, есть закон, мы читаем, исполняем его, стараемся, ну и меньше имеем проблем с этим. Теперь немножко другая концепция. Она может быть не так заметна, но она проявляется вот в каких-то разговорах. Так вот, что для того, чтобы правильно создать устав церкви и вообще, так сказать, правильно вести деятельность, мало одного закона о свободе совести. Надо брать тот же закон о некоммерческих организациях. Надо брать закон об общественных объединениях в какой-то части. Надо брать гражданский кодекс. И вот из всего этого сделать какую-то вот такую вот сборную солянку и поместить у себя в уставе. Другое дело, что мы с вами вправе предъявить некий вопрос нашему парламенту и сказать, так вы унифицируете это все, чтобы один закон не противоречил другому. Хотя бы даже... Они нельзя сказать, что противоречат, но формулировки совершенно разные. Где-то, допустим, говорится о том, что некоммерческие организации должны... Ну, их орган управления, например, там, совет, должен утверждать бухгалтерский отчет. А в другом законе говорится, что должен утверждать финансовый отчет. В третьем говорится о том, что бухгалтерский и финансовый годовой отчет. Как вот из этих трех сделать один пункт вашего устава, не всегда понятно. Вот сейчас меня перед такой вот задачей поставили наши проверяющие органы. Вот сейчас делаем, посмотрим, как это будет. Поэтому, если что... И, кстати, эти все положения ведь действуют независимо от того, есть у вас устав или нет, и в каком он виде. Читайте законно, смотрите, что там написано. Теперь уже не закон, а законы. Дальше. Появился новый пункт, который обязательно должен быть в уставе, но даже если его нет, он все равно обязателен к исполнению. В законе о некоммерческих организациях говорится о том, что есть некие договоры, которые должны не просто подписываться руководителем церкви, но и одобряться коллегиальным органам. То есть, вот в данном случае, либо общим собранием участников, либо каким-то правлением, советом, какой вот у вас есть выборный орган. И об этом должно быть написано в уставе. То есть, как устав может дать и тем, и другим. Речь идет о совершении сделок с недвижимым имуществом, либо с какими-то там финансовыми активами, акциями, там и так далее. Предлагаю этот пункт почитать. Он также внесен в закон о свободе совести. Это, по-моему, я потом скажу 20 какая-то статья, по-моему, 21. Там ведь очень широко он написан, он касается и вопросов аренды. Там вообще любые сделки с недвижимым имуществом не обязательно покупка или продажа или дарение. Но может быть и вопрос, так сказать, аренды. Или, допустим, если кто-то из, там, я не знаю, прихожан ваших, или, так сказать, последователь решил подарить какое-то имущество или оставит наследство, получается, тоже надо внимательно посмотреть, нужно ли вам всей церковью одобрять принятие в дар вот этого имущества. Иначе сделка будет незаконна, потом кто-то предъявит претензии, допустим, наследники. Бабушка подарила свою квартиру, но вы поленились, так сказать, на общее собрание или, там, на собрание совета вынести этот вопрос, а потом признают сделку недействительной и уйдет квартира тому, кому должна, так сказать, в порядке наследования идти. Ну, например, то есть я это говорю не о том, что, вообще, все, что я говорю, это не обязательно касается конкретно вашей ситуации, но мы говорим о каких-то новостях, мы, как говорится, один раз об этом услышали, а потом уже, в чем смысл любого семинара, а потом мы вспомним, да, об этом я уже что-то слышал, дай-ка я посмотрю. Дальше, то есть, этот вопрос надо проговорить. Кстати, и раньше так люди делали, даже когда такого закона не были. Все понимали, что там легко обвинить пастора или священнослужителя, что вот он получил в дар квартиру. Потом начнутся разговоры, претензии, жалобы и так далее. А так принял совет, решение. Все, вопросов нет, не на кого жаловаться. Так решила церковь. Решила и все. Еще на что я хочу обратить ваше внимание. Из закона убрано понятие, вот мы раньше говорили, внесение изменений и дополнений в устав. Такая была стандартная фраза. Даже в свое время, допустим, вот я помню, было такое понятие, ну, вот у нас есть устав, мы решили дополнительно внести какой-то новый пункт. И мы не переделывали весь устав, а сзади подшивали к уже действующему еще одну страничку. И вот это было дополнение в устав. Сейчас никаких дополнений нет. Сейчас может быть исключительно новая редакция устава. Хоть орфографическую ошибку вы меняете, все равно заново подаете весь устав. И весь устав сначала читают. Несмотря на то, что у вас там уже несколько раз изменения вносились, и они были одобрены органами юстиции. Нет, все равно, значит, будут читать заново. Дальше, на что я еще хочу обратить внимание. Предпринимательская деятельность. Сейчас от церкви, ну, не то, что требуют отказаться от ведения предпринимательской деятельности. Это громко сказано, и закон не позволяет это делать, потому что в том же даже законе о свободе совести есть статья о предпринимательской деятельности. Но раньше было, что достаточно сказать. Что вот, церковь ведет предпринимательскую деятельность в соответствии с уставом, и доходы, полученные от предпринимательской деятельности, идут на уставные цели. Это было понятно, но тут какие-то все равно были ограничения, что там атомную бомбу, ну, нельзя производить церкви, это не соответствует уставу в любом случае. Там, как бы мы расширительный устав не понимали. И деньги, то есть, если идут куда-то налево, это уже, в общем-то, тоже не в доход церкви. Сейчас показалось, что этого мало, таких ограничений. Сейчас надо обязательно перечислить виды деятельности, которыми вы будете заниматься. А вот с этим сложнее, потому что эти виды деятельности будут проверять органы юстиции. И эти органы скажут, что медицинская деятельность, нет, это к вам отношения не имеет. Издательская, да. Там производство каких-то там продукций религиозного назначения, каких-то сувениров, магнитиков, я не знаю, там, картинок, еще что-то, пожалуйста. А вот производство, ну, какой-нибудь там посуды, еще чего-то, нет. Поэтому устав теперь, он будет содержать положение о том, что церковь имеет право заниматься предпринимательской деятельностью, а дальше идет запятая, а именно, и эту деятельность вы перечисляете конкретную. Что забыли перечислить, заниматься уже нельзя. И даже если этого устава у вас нет, это все равно от вас потребует. Опять же, ну, видимо, боятся каких-то злоупотреблений, не хотят, чтобы религиозные организации превращались в какие-то бизнес-сообщества. бывали тоже и раньше случаи, когда люди жульничали, там, не без этого. Я помню, консультировал я давно уже, тоже, вот, считайте, лет, ну, вот, когда вот закон вышел, лет, там, 20 назад, может, 18, одну фабрику текстильную. И они, ну, как будто, а мы консультирулись как раз по этому вопросу, и они говорят, что вот, если мы сделаем религиозную организацию и напишем там производство текстиля, ну, там же освобождено от налогов, как вот это будет? Я говорю, ну, а как вы это себе будете, как вы себе представляете, у вас завод, там, цеха, или тут какая-то религиозная организация, там, странная, производит текстиль. Они говорят, ну, вот же, можно написать, что это, а там так, соображалка хорошо у людей работала. А они говорят, так, а вот мы напишем, что это производство молитвенных ковриков, например, там, еще что-то. Ну, то есть, я к тому, что тут все-таки надо тоже понимать, что наши люди, они иногда вот закон смотрят, вот на закон вот так вот, что можно урвать. Но, правда, до этого дело не дошло, но они все равно вывернулись, они зарегистрировали общественную организацию инвалидов и также без налогов работали. А там вообще никто не смотрит, какие виды деятельности. Производство текстиля, значит, производство текстиля. То есть, я к тому, что тут тоже есть о чем говорить, но мы все-таки с вами такими вещами не занимаемся. Вот, что касается требований к уставу. И, как я уже сказал, это не обязательно к уставу, его у вас может не быть, но фактически вы это должны исполнить. Ну, вот, миссионерский закон тогда. Там было еще... Вы говорили, что было очень мало прецедентов, чтобы судить о том, как этот закон будет применяться. Что необходимо достаточное количество жертв, чтобы уйти... Вот как это, по слову, я помню, я стирал. Жертв. Ладно. Но, все-таки, с одной стороны, ну, таких, все-таки, таких уж прямо жертв нет. Так уж будем говорить, положа руку на сердце, что вот, ну, совсем каких-то там людей, оставшихся у разбитого корыта, все-таки нет. Но закон применяется. Применяется он везде по-разному. Применяется он... Ну, я бы не сказал, что активно, потому что в этот... Я вот просто такая, в качестве шуточного примера, был я где-то, наверное, прошлой осенью 16-го года в Финляндии. И там у меня приятель, финн. Ну, он настоящий финн. Вот. И он такой... Они же тоже смотрят свой... Мы свой телевизор смотрим, они свой. И вот он начинает там рассказ. Вот у вас в России, там непонятно, что творится, там то, сё, третий, десятый. И вот у них тоже про Россию много показывают, и не очень хорошо в основном. А тут показали, значит, как раз тогда в Стокгольме мигранты убили, по-моему, двух человек. Причем криминальные были разборки. И, значит, я им говорю, что, мол, вот в Америке там выступали официальные лица, а это показывали у нас, по нашему телеканалу, что вот в Европе там вот разгул преступности. Так он тут мгновенно о России забыл и начал орать. Да, американцы это сами там... У нас тут одного человека в год убьют, а в Америке каждый день убивают по сто человек. Они бы вообще там молчали, они тут никто... Ну вот начинают. То есть вот я к тому, что... Как вот одного человека убили, это много или мало, да? Вроде с одной стороны много, а с другой стороны... Вот у нас 25 тысяч зарегистрированных религиозных организаций, если там за прошлый год... Ну из них там тысячи там три с половиной, четыре это протестанты. Если за весь прошлый год там привлекли к административной ответственности, там, не знаю, 20 человек, это много или мало? С одной стороны, это не ноль, да? То есть это некая идет работа. С другой стороны, ну, как бы этот... Наверное, если для статистики, это не очень много. Ну, я примерно говорю. Такой вот четкой-то нет статистики, но я не больше, чем о 20 случаях слышал, а боюсь, даже меньше реально. Ну вот, рассмотрим на примерах. Я напомню, значит, для... Просто напомню текст, что говорит закон о миссионерской деятельности, что нужно сделать, чтобы попасть под действие вот этой статьи административного кодекса. Я все-таки напомню, что здесь идет не об уголовной ответственности, а об административной. То же самое, если вы не заплатили за проезд в трамвае и вас оштрафовали, вот это такие же последствия. Только штраф 500 рублей, а здесь 5000. Вот. Или там превысили скорость на вашем автомобиле. Тоже административный штраф. То есть это не значит, что потом вам никто не может руки подавать и ваши дети не смогут поступить в институт. Все-таки это вот не такая уж ответственность страшная. Но тем не менее. Что необходимо? Какие условия? Значит, первое и главное условие, чтобы человек проповедовал людям не своей веры или неверующим. То есть православный пришел к баптистам, мусульманин пришел к католикам и так далее. Либо к неверующим. Или там аудитории, где непонятно кто там. Студенческая аудитория. Подаватель пришел и стал вот дальше. Не всякий рассказ о своем духовном опыте, религиозном опыте и своих предпочтениях является миссионерской деятельностью, а только рассказ, который сопровождается приглашением в конкретную религиозную общину. То есть если человек пришел и рассказывает, как ему хорошо быть, ну я не знаю там кем, католиком, какой замечательный римский папа новый, как у католиков все устроено хорошо и правильно, этого недостаточно. Нужно, чтобы он сказал, вот у нас есть храм, находится он, проспект такой-то, дом такой-то, пожалуйста, приходите к нам. Вот у нас действительно хорошо. Если он просто рассказывает о себе, это еще не миссионерская деятельность. Ну вот, значит, не надо отвечать в таком контексте. И дальше, это должно быть публичное действие. То есть не один на один человек разговаривает, не где-то в подъезде, вот я, кстати, возвращаю свидетелей Маякова, они ведь миссионерской деятельностью не занимались. Они больше всех занимались фактически, но юридически, и с нарушениями, но юридически они не занимались, потому что они разговаривали где? В подъезде на улице, один на один. Принципа публичности нет, закон сразу выпадает, никакой ответственности. Вот. Соответственно, принцип публичности, то есть обращение к неопределенному кругу лиц, обращение к какой-то аудитории. Ну, в основном это через средства массовой информации все-таки, но не обязательно, это могут быть те же семинары, встречи, какие-то митинги и так далее. Но вы понимаете, о чем идет речь, если это просто разговор, это как бы недостаточно. И, наконец, еще один там подпункт, это осуществление миссионерской деятельности, даже разрешенной, но в жилом помещении. Это запрещено, мы об этом говорили. Зачем они это сделали? Вероятно, тогда думали о свидетелях Яговы, опять же, но свидетели Яговы в жилом помещении никогда не занимались миссионерской деятельностью. Они звонят в дверь и в коридоре разговаривают. То есть их формально и тут никак бы, но поэтому, видимо, поступили по-другому, и не за это их стали сажать. Ну, сажать нет, а, так сказать, это самое, запрещать. Кстати, я вот пока еще не видел апелляционного определения Верховного Суда. Интересно посмотреть, что там написано. Но недавно смотрел, пару недель назад еще не было опубликовано, а потом просто руки не дошли. Вот. Значит, вот это вот наша миссионерская деятельность. В Петербурге было два случая. Я, как бы, понимаете, вот у адвокатов есть кодекс профессиональной этики адвоката. Что можно делать, что не рекомендуется. Ну, вот в частности, не совсем правильно адвокату обсуждать дела, где он не участвовал сам. Потому что это все такие разговоры в пользу бедных. Когда ты это все сам видел, сам консультировал, сам выступал в суде, ты можешь говорить. А так это все субъективно. Что там было? Нам кажется, незаконное решение. А мы его даже не читали, мы в суде не были, ничего не видели. Критиковать легко, как известно. Но, тем не менее, я попробую сказать то, что я как бы, как это мне показалось, а может быть, я не прав, тут что делать. Но некоторые вещи мне странными показались. У нас в Петербурге, если говорить о примерах, было всего, как я уже сказал, два случая, когда людей привлекли к административной ответственности. Вернее, в одном случае человека признали виновным в нарушении вот этого миссионерского закона, а в другом случае оправдали. Значит, в первом случае ситуация была такая. У нас, значит, в Петербург, я подчеркиваю тут название не потому, что я там кому-то хорошо или плохо отношусь, а просто констатирую. В еврейскую мессианскую общину приехал проповедовать лидер православной реформатской церкви Украины. Причем, это я все, я не помню там точное название, но кого там как зовут, зовут там Сергей Журавлев, небезызвестный, так сказать. Он и епископ, и архиепископ уже там, кто только он нет. Ладно. Значит, он, ну, приехал и приехал, стал проповедовать в этом вот еврейском мессианском центре. Причем называется, он странный этот центр, он, по-моему, называется еврейский социальный центр. То есть, вроде как и не религиозный, а я так думаю, что он и не совсем еврейский. Ну, ладно. Ну, не, ну, как бы это же, понимаете, дело такое. Ну, то есть, он с точки зрения религиозного еврея, он уж точно не еврейский, да, раз там люди мессианские евреи, они уже сразу выпадают. Вот. Но это, к слову, это все байки. Значит, он там стал читать лекцию. Вот я сейчас, вот, я могу его найти в интернете и вам сказать, как точно, кто назывался. И, наверное, это было бы правильно, но вот я, ей-богу, не помню, как называлась, например, вот эта вот церковь Журавлева. Она очень так цветаста называется там, много у него титулов. Но вот я не помню, хотя я занимался и читал это само решение суда, постановление, не раз. Ладно, значит, он приходит, начинает проповедь. Значит, называется его лекция «История христианства». Так, он, это его версия. Значит, остальные ее понимают как проповедь, так сказать, Евангелия. Ладно. Это вопрос понимания. Значит, после этого некие граждане, молодые, видимо, женщины, пишут заявление в полицию. Значит, что вот, по такому-то адресу, в такое-то время, состоялась вот незаконная миссионерская деятельность такого-то и так далее. Причем, одна из женщин, как бы версия такая, что пришли две женщины и, значит, сидят, пришли с улицы послушать. Где они эти объявления увидели, не знаю, о том, что такой вот приехал. Значит, пришли послушать, и одна другой говорит, а ты знаешь, я что-то слышала о нем. Это вот такой-то, такой-то, из такой-то вот общины. И на самом деле, они не православные, а только так называются, а в действительности это протестанты и так далее. Ладно. Значит, и она под протокол, женщина, которая впервые здесь появилась в жизни, она точно дает все его длинные названия его этой общины, реформатской, протестантской, православной, там, имени того-то, того-то, в общем, огромные, там, в 10 слов. Она наизусть это помнит. И все докладывает в протокол полиции. Ладно, полицейский, который вдруг приехал, а, значит, вы представьте себе, что у вас около дома драка, вы звоните в полицию, сколько вы будете звонить в полицию, и не будут брать трубку, потом они скажут, когда будет труб, мы приедем, да, вот, или просто скажут, что не моросьте нам голову, да, там драка у вас, или там еще что-то там произошло, или там кто-то, извините, гадит во дворе. Вот, полиция наша не такая легкая на подъем очень часто. А тут она вдруг приехала на ряд, составила протокол, и дело быстренько было передано в суд. Значит, в суде все повторилось, свидетели рассказали, как все было, что это была не лекция по истории христианства, как говорил Журавлев, как видно вот из решения суда, а это была проповедь, в зале были не последователи его учения религиозного, и он был оштрафован на 5000. Это вот история, вот, ну, формально здесь, наверное, правильно все, потому что действительно у него не было никаких, он был как представитель церкви, он в нее призывал, приходить, он говорил религиозные, какие-то, религиозную пробу, религиозную пропаганду вел, как раньше бы сказали. Люди сидели, ну, все-таки разница между православными реформатами, если такие есть, да, и мессианскими евреями, ну, очевидно, любому религиоведу, что это разное направление, в чем-то похожее, но не идентичное полностью, тем более, вот были дамы, которые, видимо, себя как-то идентифицировали по-другому, уж точно никак те и не другие, и пожаловались. Вот, то есть он вел и публично, и людям не свои веры, и разрешений у него никаких не было письменных, и заранее никто не оповещал, что здесь будет вестись религиозная проповедь. То есть формально человека оштрафовали, и, я так понимаю, что судебное постановление вступило в законную силу. Вот, конкретный пример. Значит, ну, опять же, я не, как сейчас говорят совсем еще юные наши сограждане, я не фанат Сергея Журавлева, и даже не знаком с ним, но, за некоторое время до того, я на одном православном, таком, консервативном сайте, православном политическом сайте, я бы так сказал, обнаружил некую критическую статью в адрес, значит, ну, там, естественно, пишут, что там лже-миссионер, там сектант, ну, такие вот термины. Значит, и фотография, значит, стоит Сергея Журавлева, вот, который там патриарх и архиепископ, стоит он при этом в военной форме, и по бокам у него стоят представители национальных, националистических батальонов Украины, вот, из этой анти-террористической организации, он там, то ли проповедует, там, я не знаю, как у них там с миссионерской деятельностью, у них там все эти шевроны, значки там, и так далее. Я так понимаю, что в этом тоже есть какой-то вопрос, что российский религиозный деятель, он вот таким образом участвует в событиях в соседнем государстве, да еще и является, у него там одна из церквей, где он тоже там типа архиепископа. Может быть, это кому-то не понравилось, я не знаю, но вот такую вот статью я видел. Как ни странно, она потом исчезла на этом сайте, хотя, казалось бы, он это укладывал. А там не было каких-то оскорблений, там не писали, что надо там к стенке поставить. Нет, конечно, такого ничего не было, но там была такая критическая статья, что, мол, наши люди там этот, и на такси не ездят в булочную, да, и с украинскими националистами под ручкой не стоят наши религиозные дети. Вот. Ну, вот, тем не менее, вот такой вот случай. Это постановление не обжаловалось, оно вступило в законную силу, видим, он пять тысяч заплатил. Дальше был более интересный случай, потому что я даже этого человека консультировал, ну, так вот мы общались, значит, совершенно другой человек, фамилия у него, по-моему, Угай. Я думал, что это псевдоним, а это у него фамилия такая. Ладно. Значит, он кришнаит, причем, вот, я не знаю, там, как у них, вот, гуру, или кто там у них, но он, видимо, какое-то священство кришнаитское, так сказать. Он читал лекцию, лекцию, по йоге, да, вы правы, и лекция, это была не для верующих, а это была, вот, лекция о неком таком духовном опыте, но в большем смысле это о практике йоги. Значит, на лекцию пришли, ну, а у нас кришнаиты, они, как бы, такое у них положение, как мне кажется, несколько сложное, потому что у них есть большое здание где-то в Приморском районе, при этом они считают себя гонимыми, несмотря на то, что у них есть большое здание. Ну, кришнаитам не очень хорошее отношение с одной стороны, потому что, ну, как бы, вот, все-таки это не классические индуисты, там, или буддисты, а некое, так сказать, как бы, ну, тут я, религиовеческий термин, никого не хочу обидеть, как некая секта внутри вот этих вот движений. С другой стороны, как бы, кришнаитов тоже обижать не совсем правильно, потому что Индия может обидеться, а Индия наш партнер. То есть, тут много чего навязано, но, поэтому активно против них никто не действует, хотя и критикуют, ну, по разным причинам, в том числе по-богословски. Так вот, он прочитал лекцию про йогу, и, ну, видимо, он такой человек, опять же, я со слов, ну, мне кажется, и я то, что его видел, он такой, ну, современный молодой человек, он, он не похож на такого монаха, да, православного, так сказать, углубленного в себя, сдержанного, нет, он такой раскованный, молодой человек, он, видимо, так сказать, допускал и разные шутки, в частности, его спросили, а как вы относитесь к христианству, он сказал, что Христос тоже был как йог, да, ну, как бы, как к этой шутке относиться, с нашей точки зрения, она, ну, достаточно неудачная, мне кажется, а с другой стороны, ну, что, ничего такого, прямо оскорбительного он не сказал, но это же, вот, чувство верующих, да, я считаю, неудачная шутка, но она меня не оскорбила, а кто-то считает, что, может, шутка-то и хорошая, но она меня оскорбляет, а у нас, у кого чувство нарушено, сейчас сразу бегут в полицию, и вот, некий, видимо, такой человек, который, как мне потом, сами они рассказали, что он не случайный человек, а человек, который пришел послушать, как говорится, с интересом, он написал заявление в полицию, его привлекли к административной ответственности, однако, его оправдали сначала в районном суде, вернее, в мировом суде, а потом в районном суде, у нас здесь, в Смольнинский суд, то есть полиции отказали в этих исках, почему? Потому что он не приглашал в конкретную религиозную организацию, он рассказал о своем опыте, рассказал о своих ценностях, он это делал публично, он это рассказывал людям, не йогам, и не кришнаитам, и так далее, но он никого не звал, хотя все знали, или там, кому надо, они знали о том, что это вот, кришнаитский, скажем так, активист, но он к себе никого не звал, и суды, и в том, и в другом случае, я имею ввиду, и суд первой инстанции, и второй, его оправдали. Это, кстати, довольно поучительно, потому что, когда вот этого Журавлева-то привлекли к административной ответственности, как-то так были такие, ну, мнения у людей, что, мол, ну, теперь мы возьмемся за сектантов, покажем им Кузькину мать, а, видимо, наши власти городские, они к этому решили подойти осторожнее, что, может быть, кого-то и надо немножко, так сказать, как говорят, приземлить, да, а вообще этим не надо заниматься в Петербурге, где у нас, так сказать, десятки различных конфессий, да, и религиозных общин, и, как бы, вот, зачем, да, так вот уж совсем-то. И вот, несмотря на то, что, я говорю, тут дело серьезное, то, что полиция обжаловала отказ, суда первой инстанции, тем не менее, полиция проиграла, а полиция далеко не всегда проигрывает. Вот, поэтому вот тут дело такое. Есть еще интересные прецеденты, ну, которые уже произошли совсем далеко, и мы можем о них только судить по каким-то публикациям. где-то в Центральной России привлекли к административной ответственности и оштрафовали, тоже всех на пять тысяч штрафуют стандартно, оштрафовали некого американца. Он, значит, жил в маленьком городе, и занимался, ну, вот, миссионерской деятельностью, как она. Он ходил по домам, и в почтовые ящики помещал, по-моему, да. Вот, такие листовки, где там я, такой-то американец, приглашаю к себе домой изучать Библию. Значит, его оштрафовали, в том числе за то, что, во-первых, он в жилом помещении этим занимался, а во-вторых, он как-то так, когда объяснял, он прямо и рассказал по-простому, что, да, там, вот неверующим рассказывал о нашем Господе, и так далее, а это все записывал, рассказывал, неверующим. Ну, но, правда, надо сказать, что он легко отделался, потому что российским-то гражданам штраф 5 тысяч, а иностранцам 5 тысяч, и возможная депортация. Его не депортировали. А вот совсем недавно был случай, я не помню, где, опять же, можно посмотреть, студент из Африки, прием, по-моему, Челябинске это было, вот это вот буквально вот эти дни, вот сейчас, август, июль, вот эти месяцы. Он приехал учиться по, в этой студенческой визе, и в каком-то вузе учился, а он, ну, протестант такого харизматического направления. он приехал в какую-то церковь тоже соответствующую, и там, ну, видимо, его попросили, что вот там, видят, приехал, так сказать, новый человек, ну, расскажи нам там о себе. Он пришел на кафедру, и начал, так сказать, рассказывать о своем духовном опыте. И тоже кому-то, вот в этот момент, кто-то оказался в этой церкви, да, кто написал соответствующее заявление, что вот иностранец без разрешения, Растант, вот он занимается миссионерской деятельностью. А когда его спросили, мне показалось, из того, что я читал, что он вообще не очень понял, что отвечать. И он сказал, ты рассказывал, да, рассказывал. Вот. Он же не понимает, как отвечать на этот вопрос, что я рассказывал, там, но я никого не звал к себе в церковь Уганту, да, приходить. Ну, рассказывал, рассказывал. За ним записали. Сначала его оштрафовали и постановили депортировать, но суд второй инстанции указал, причем такое вот я читал постановление в интернете, он так указал, что, ну да, он нарушил, но так ничего особенного же не произошло. Там вот читается прямо между строк, что парень хороший, студент, раньше не привлекался. Ну, зачем депортировать, давайте только оштрафим штраф 5000. То есть, я к тому, что вопрос тонкий. Я к тому, что надо, опять же, с иностранцами смотреть, что вы делаете. Своей церкви. И вообще, вот с теми, кого вы пускаете. Вот, допустим, берите пример с православной церкви. Православная церковь в алтарь никто не ходит. Вообще, никогда никого не пускают. Единственный человек за все последнее время, кому разрешили проповедовать сам вон, а православной церкви, был Филипп Киркоров. Они там кого-то крестили, каких-то детей, ему в священник разрешил выступать, он что-то там говорил, даже в интернете это есть. Вот, я понимаю, это такая шутка, но это факт. Вот, поэтому, по-моему, Басков, там была вся вот эта компания. А больше никого не пускают, там есть как бы лица ответственные. А очень часто я наблюдаю, что я понимаю, что тут и другой подход, но в каких-то, там, не знаю, тех же протестантских церквях, чуть ли не с улицы человека готовы пустить, чтобы он там что-то рассказал, там к чему-то призывал и так далее. То есть, бывает такое. А это вот сейчас, видите, немножко по-другому смотрится. И, значит, вот еще интересный тоже пример. Ну, правда, мне как-то, он кажется, там что-то есть, но об этом мы ничего не можем прочитать, а можем только то, что написано, что в неком поселке, небольшом, живет пастор церкви новое поколение. И он на деревенском празднике, праздник, вот буквально день деревни, ну, какой там праздник, там, поставили сцену, выступает там, кто там, председатель этого поселкового совета, староста, там, не знаю, учитель, там, кто там, агроном выступает. И вот этот вот пастор, он выступает очень с короткой речью, что благослови всех Господь, слава Богу, что за нашу деревню, поздравляю вас с праздником. При этом, этот сзади, вот на, как бы, что там, тент, или что там, вот эта вот стенка, я не знаю, у них другого не было полотна, или там, вот как, но использовано было в качестве, вот, ну, этого, да, экрана, какое-то там полотно с маркировкой церковью новое поколение. Может, они были спонсорами и сказали, что у нас есть там в церкви оборудование какое-то, мы вам можем дать на деревенский праздник, там, вот, раз у вас нет. Возможно так. Но получилось так, что он, как пастор, а это всем известно, проповедовал односельчанам какие-то там религиозные истины, слава богу, да, на фоне изображения своей церкви и надписи. Это, конечно, смешно и глупо смотрится, но факт то, что его привлекли к административной ответственности, оштрафовали на 5 тысяч рублей за незаконную миссионерскую деятельность. Вот, как бы, это, вот опять же, это факт, поэтому надо смотреть. Но, вот, прямо сказать, что такие встречаются периодически, да, случаи, но сказать, что это прямо массово, что это один за другим, нет. И вот, то есть, ну, это понятно, это кому-то это, вероятно, и оскорбило кого-то, и обидело, и тут тоже, я могу понять и этих людей, но все-таки говорить о том, что идет такое массовое наступление, вот, широкое, что прямо всех, как говорят, хватают всех, это тоже, наверное, неправильно так говорить. Я, вот, ну, не больше, там, 10-15 случаев слышал, хотя я, во-первых, этим интересуюсь, а во-вторых, приходили, у нас были, тут проводились семинары, приезжали московские адвокаты, и говорили, что вот, все, наступает конец света, Сталин приходит снова, надо всем идти к нам, платить деньги, мы вам защитим вас, от гонений. Вот, как бы, когда начинаешь уточнять, а в чем, вот, собственно, гонения, ну, вот, они все-таки это. Потом, скажем, если говорить об иностранцах, это вопрос тонкий, иностранцы, не надо, в моей точке зрения, привлекать миссионерской ответственности, вот этим вот, заниматься ерундой, есть же, если это сказать, в миграционные органы, выходят специальные службы, и говорят, что пребывание иностранца, нежелательно, его депортируют сразу, в течение, там, 24 часов, такие случаи тоже бывали, и среди религиозных деятелей, такие случаи бывали, но, то есть, не надо придумывать чего-то, зачем такие сложности, чтобы судился он месяцами, об этом в газетах писали, зачем, это в любой стране, такая практика есть, выслали, и все, поэтому, а в отношении российских граждан, ну, видимо, все-таки, думали, что это вот будет возможно, думали, что это будет как-то совсем легко, а люди сопротивляются, приходят в суд, объясняют, в суде тоже люди разные сидят, кто-то пытается вникнуть, кто-то там как-то более формально, но, я говорю, практика пока, даже вот из тех случаев, которые есть, ну, наверное, я думаю, большая часть все-таки, конечно, людей привлекали к ответственности, потому что, ну, как известно, у нас больше верят объяснению полицейского, а не объяснение, ну, и, кстати, и во всем мире так, а не объяснению гражданина, но, тем не менее, даже там есть оправдательное, так сказать, постановление, поэтому, вот, с миссионерской деятельностью так надо смотреть, вот, пока, мы говорили, что будем ждать, да, вот, под пострадавших, они появились, но пока вот, нельзя сказать, что это прямо, и, наверное, слава Богу, что это вот так широко, потому что, ну, в принципе, это можно в любую церковь прийти, я так, то, что я вижу, такая категория людей есть, которые готовы пойти в любую церковь, и тут же написать на них какое-то там заявление, не будем там называть другим словом, а вот какое-то заявление. На стучать. Как говорится. Это мне рассказывал человек, уже он умер, он в сталинские времена, так сказать, был активным верующим, еще тогда, и он, значит, рассказывал анекдот про это, что, ну, в трамвае едет мужчина, и второй к нему подсаживается, а про него все знают, что он как раз стучит. И тот ему так начинает из-под воль говорить, да вот ты смотри, там, в магазинах ничего нету, да вот ты смотри, там, правительство наше непонятно, что делает там, да вот смотри, у нас там ничего сказать нельзя, а этот сидит и молчит, а потом говорит, а я всем доволен, так там и передайте. Так и тут, это самое, что надо с одной стороны так аккуратнее, вот, а с другой стороны, вот, что тут, так там-то и другие методы, да, а вот пятью тысячами-то никого не напугаешь особо.